Позиция на русской службе новостей. Стоять до последнего. Многие мои друзья, американские друзья, они имеют без проблем. Ничего не мешает. Просто бюрократия, вязкая бюрократия мне неохота. То есть мне легче раз каждые три года выезжать из страны и получить визу. Это вам охота. Ну да, я просто от Лены, может быть, я откладываю это решение, но если кто-то подарит мне, допустим, Путин, как Путин подарил, как его зовут? Жерару Департию. Ну я недалеко до такого масштаба, но если Путин подарил мне гражданство, я бы взял с удовольствием. И это облегчило бы мою жизнь. Конечно. Ну ясно, просто интересно, вы только что говорили о великой своей любви к России, вместе с тем вам лень оформить документы, это так немного не вяжется. Но моя любовь к России не проявляется в паспорте? Представляете, как Россия это оценит, если вы сами сделаете этот шаг. Ну ладно, оставим эту тему. Хорошая идея. То есть пиар-шаг, да? Ну не знаю, пиар ли. Не знаю, не факт. Теперь по поводу другого гостя в Москве. Кстати сказать, довольно часто в последнее время я насчет Джона Керри. Как вы полагаете, его визит был успешным? По вашей информации, по вашей точке зрения? Да. Никаких чудес не было, но тональность, конечно, дружелюбная. Но Керри, он дипломат, поэтому он как добрый полицейский, да? Так. Обама не добрый. Поэтому, конечно, все и шутили. Хорошая... Он сказал одну ключевую фразу, что две крупные державы... Во-первых, он сказал, что Россия это важнейший партнер. То есть он всячески гладил Россию по головке. Это важно, важные слова. Так. И он сказал, что две могущие державы могут решить глобальные проблемы, несмотря на разногласия. Это правда. Но это он говорил, находясь рядом с Владимиром Путиным. А потом он уехал. И, видимо, забыв о том, как он прекрасно провел время в Москве. Со всеми повстречался, с кем хотел. Может, а до этого как-то не очень мог, неудобно было. Я думаю, что хорошо вообще провел время, в том числе и с нашими дипломатами, и с нашими руководителями страны. Вот он уехал и, наверное, забыл об этом. Потому что, когда его спросили американские ваши коллеги, партнеры ли Россия и США в Сирии, он союзники, или вот так, союзники. Это разные слова, ну ладно, союзники. Джон Керри сказал, нет. Как так? Пока нет, потому что... Ну, нет, во-первых, доверие подорвано. Нам далеко до союзничества, да. То есть Россия воюет против ИГИЛа сама по себе, Америка сама по себе. Как это может измениться? Ну, это потребует времени, во-первых. Потому что уже год мы отдельно. Но я надеюсь, что решение России выводить главную часть своих ВВС из Сирии, это как бы откроет новые возможности для сотрудничества. Ну, а ведь вместе с тем, когда мы еще вводили их туда, как-то сразу говорили о том, что мы с удовольствием готовы сотрудничать с американской коалицией, делиться планами, и в том числе и отправляли много всего, включая карты. Да. Ну, как-то вот что-то американские коллеги не особо рвались навстречу. Есть объективные причины тому. Но это американская версия. Я знаю, что Россия не согласна с этой версией, что из-за того, что Россия бомбила не ИГИЛ, а союзников США. Это маленькая проблема. Сейчас вроде бы закрыли эту голову. Вроде бы было негласное соглашение, что когда Россия выводит войска, ну, главную часть, Россия больше не будет бомбить союзников. То есть изначально заявленная задача бомбить ИГИЛ сейчас будет соблюдена. То есть не заявлено бомбить союзников США уже будет прекращено. Если это так, конечно, это откроет новые возможности для сотрудничества. То есть США вроде бы забудет о старых обидах, разногласиях, и это даст возможность работать вместе. Плюс Россия и США, они со спонсорами политического процесса урегулированные. То есть работают вместе и на этом фронте тоже. Ну, если вы сейчас заговорили и об урегулировании политическом в Женеве, 12 пунктов было от Демистуры. Вы их видели вообще? И что из этого вам кажется вполне себе выполнимым, а что не очень? Нет, я думаю, что это в основном миф, это имитация политического урегулирования. Я не думаю, что выборы будут в Сирии. То есть обещано, что через 16-15 месяцев будут выборы. Я думаю, что Асад не заинтересован в выборах. Он прекрасно понимает, что он проиграет на 100%, потому что он настолько дискредитирован. У него есть своя база, опора, это Алавитов, но это все равно, что коммунистические партии в России, в Советском Союзе, извините, у них была своя опора, но где-то это те элиты, которые получали привилегии, преимущества из коммунистической власти. Но народ не поддерживал, и пинком взад, когда были выборы, все проголосовали в конце 80-х, все проголосовали против. Мне всегда интересно, откуда у вас вот эта уверенность такая абсолютная в том, что Асада никто там не поддержит, и шансов у него нет. Объясню, почему у меня эти сомнения. К нам в студию приходят очень часто политологи сирийские, причем и с той, и с другой стороны, и оппозиционеры, и прям вот такие жесткие оппозиционеры, и относительно умеренные, и люди, которым близка оппозиция Асада. И по ходу бесед, я же вижу, как реагирует наша аудитория, наши слушатели, в том числе, кстати сказать, и слушатели Сирии, которые могут себе позволить через интернет нас слышать. Но они выдают жилами за досвиду. Мы за Асада, мы за Асада. Даже когда приходят оппозиционеры и говорят, что он там просто всем перекрыл воздух, все равно говорят, ну нет, что за чушь вообще, ну все там нормально, мы пришли там опять со своей демократией. Это всегда звучит смешно, а ты все равно, что сказать, что все вне Кореи, они любят своего лидера. Кто-то любит, конечно, я говорю, что это те узкие слой, которые входят в элиту, конечно, они в шоколаде, они получают все привилегии, диктатуры. Но в основном, конечно, вот это из-за гражданской войны и я бы даже сказал, даже до гражданской войны, которая началась в 2011 году. Но он настолько дискредитировал себя из-за этой войны. Это кассетные бомбы, это 250 тысяч погибших, это 5 миллионов беженцев. Они что, они убежали от Асада, от любви к нему? Но это смешно, это смешно. Настолько он жестоко справился с оппозицией, с почти всеми сирийцами, кроме аловитов, что говорит о том, что он мог бы выиграть честные выборы, но это для меня смешно. Знаете, я здесь тоже хохочу, потому что слушатели присылают потрясающие смс-ки. А в случае войны США и НАТО, что делать с вами? Вот они здесь сценарий расписывают. Война между США и... Нет, здесь они имеют, в смысле, российская война с США и НАТО. Где будете вы? Вы же так любите Россию, с одной стороны, с другой стороны, гражданство еще не взяли. Вот говорят, что здесь заставят вас копать окопы, как гражданин России, если сбежать не успеете. А вы сами об этом, правда, думали, но это же вечный вопрос. А если война, где буду я? Я думаю, что война между США, НАТО и Россией исключена по той простой причине, что взаимно гарантировано уничтожение. То есть на Западе есть ядное оружие, в России есть ядное оружие. Этого достаточно. Это сдерживает друг друга в течение 50 лет и будет сдерживать нас. Поэтому, в общем, выбирать вам не приходится. Ну, Жирновский всегда шутит в эфире. Он всегда говорит, что слава богу, что Майкл здесь, мы дадим ему бомбы в убежище. Так. Поэтому он в безопасности. То есть он вас пообещал защитить. Хорошо. Ладно, давайте еще наушники. От НАТО, от США. От военщины. От военщины. Надевайте наушники, у нас еще есть возможность поговорить со слушателями. Как зовут вас? Добрый день. Алло. Добрый день. Алло, добрый день. Представляйтесь. Сергей меня зовут. Сергей, пожалуйста, ваш вопрос. Мне вопрос следующий заключается. К словам Майкла, когда он сказал о мощи Соединенных Штатов, о долларе, о военной мощи, не кажется ли, Майкл, что основная их мощь, это большая толща воды, которая отделяет их от их континента, от континента евроазиатского. Куда можно, например, из той же самой Северной Африки прийти пешком. А чтобы добраться до Соединенных Штатов, нужно, ну, я не знаю, как минимум, угнать либо авиалайнер, либо какой-нибудь корабль. Это вам навеяло, навеяло вам сегодняшнюю историю насчет угнать лайнер. Да, Сергей прав, что у нас две огромные буферные зоны. Это один океан и второй океан с обеих сторон. В этом смысле вы чувствуете себя более отдаленные. Это хорошо. А есть еще один момент, о котором он и говорил. Это хорошие, добрососедские отношения с Мексикой, с Канадой. Это очень важно. Чего нет в России, понимаете? У них враждебные отношения со соседами. Ну уж ладно, не со всеми. Не преувеличивайся. Не со всеми, со многими. У нас просто соседей чуть больше, чем у вас. Со Прибалтики, со Порши, сейчас с Украиной. Я бы не свалил все это на Америку. Ну, это и с вашей помощью тоже так все сложилось. Мы делаем перерыв на маленькую рекламу. 47, здесь Майкл Бом до сих пор. Давайте сейчас уделим немного внимания вот какой теме. В Кремле предупредили о готовящихся информационных атаках на Владимира Путина. О ком речь? О международном консорциуме журналистов-расследователей. Именно они, по словам Пескова, отправляли запросы, как он говорит, в довольно таком вот, не знаю, допросной форме. Это все звучит. И мне интересно, может, вы знаете, это будет опять фильм о Путине в силе Би-Би-Си. Не знаю. Что-то посерьезнее на этот раз. А что еще можно говорить о Путине? Они уже говорили, что он коррупционер, что его состояние 40 миллиардов долларов. Да, да, только как всегда, без доказательств. Ну, я просто этот фильм никогда не запомню, не забуду. Мне кажется, что надо начинающим журналистам показывать на факультетах по стране, что так делать ни в коем случае нельзя. Это позор какой-то, а не Би-Би-Си. Так вот, что там с уровнем-то? Что это за расследования какие-то странные? Не знаю. Я знаю, что на российском телевидении очень много, я посмотрел на НТВ, ЧП, есть такая передача, что уже начинают наезжать на американские СМИ, что на Радио Свобода и так далее, что это американская пропаганда. То есть уже это все в комплексе, что Россия готовится к чему-то. И лучший вид защиты это нападение, не знаю, не знаю, что мы увидим в ближайшие недели по поводу пропаганды информационной войны. Завтра я пойду на передачу на Россия-1 по поводу информационной войны. Но вот эта тема всегда звучит здесь, информационная война. Но вот вы как журналист с богатейшим опытом, вы доверяете тому, что рассказывают, ну вот тот же самый международный консорциум журналистов-расследователей? Они для вас авторитетная организация? Ну, я не очень знаком с этой организацией. То, что есть тенденциозность... Не, ну просто американцы организовали, я думала, вы знаете. То, что есть тенденциозность в западных СМИ, я согласен, да? То есть, особенно, когда речь идет о телевидении, потому что я небольшой поклонник, допустим, CNN. Они достаточно, они рисуют Россию в достаточно поверхностном тоне. И что Запад это белый пушистый, а Россия это зло. Это пьяный медведь с балалайкой. Да, то есть стереотипами. А что касается газет, я имею в виду ведущих газет, они лучше, конечно, освещают Россию, более балансированно. Но они не занимаются такими расследованиями. Ну, почему они пишут, почему они пишут о коррупции в России, о коррупции российской элиты, они пишут. Ну, что-то не в том объеме. Причем уже 15 лет, начиная с того времени, когда Путин работал в мире Петербурга. То есть, эта тема уже 15 лет муссируется. Прямо скажем, вы уже не знаете, что еще можно об этом написать. Не знаю. Кроме коррупции. Ну, вообще, что еще можно написать о плохом о Путине? Я уже не знаю. Это надо изгаляться как-то. Что, не знаю. Дайфиненко очень много гадостей говорил про Путина до его смерти. Так. Вплоть до того, что он, ну, это не стоит повторять, но я не знаю. Ну, ладно, подождем, увидим. Интересно, что в этот раз нас предупредили, поэтому сейчас особо интересно прямо анонс своеобразный сделали в Кремле. Что касается ваших выборов, Клинтон в последнее время показывает не очень хорошие результаты. Прямо скажем, там Сандерс ее обыграл в трех штатах. И я помню, как в прошлый раз здесь, сидя в этой студии, вы говорили о том, что из двух зол американцы выберут Клинтон. А вот сейчас как-то так уже есть и сомнения некоторые. Как вы думаете, чем все кончится? Да, разница сужается немножко, но все равно я думаю, что Клинтон выиграет. Именно кандидатуру из демократической партии. И Трамп тоже. То есть это будет Трамп против Клинтона, Клинтон выиграет. А дальше? Дальше надо иметь дело. Дальше для российско-американских отношений, я думаю, что будет не сладко. Но в том, не в другом случае? Нет, с Трампом будет сладко. Да ну, ладно. Мне кажется, что мы слишком много ждем от него хорошего, а он повернется к нам одними. Он непредсказуемый, да. Я бы не оболщался по поводу Трампа, но я думаю, что не стоит говорить о том, что его в качестве президента. То есть вы даже не рассматриваете? Я думаю, что это маловероятно. Так, ну а в случае с Клинтоном? Будет сложно. Натянутые отношения между Клинтоном и Путиным всегда будут. И еще более натянутые, чем сейчас? Я не знаю, более. Я думаю, что это будет продолжение того и самого. Я думаю, что отношения не сложатся между ними. И политика Клинтона это еще жестче, чем у Обамы. Поэтому я думаю, что... Ну а для американцев-то как было бы хорошо? Клинтон? Для американцев, да, я думаю, что лучше. Трамп это не... Он не политик. Он эпитажный, он непредсказуемый, он не очень ведущий. Поэтому это не самый лучший вариант в Америке. Это вае мнение. Ой, вы знаете, у нас здесь есть свой аналог, своеобразный, Дональду Трампу. Зовут его Виталий Милонов. Знаком вам такой персонаж? У него сейчас все может в жизни хорошо сложиться, потому что его предложили на пост главного омбудсмена в стране, уполномоченного по правам человека при президенте. Он из Питера. Да, он славится именно любовью к ЛГБТ, да? Да, страшной любовью, просто какой-то фантастической. Вот, его предложили, патриоты предложили, местные петербургские. Права человека. Да, 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 да. Вы как думаете, чем все это кончится? И вообще, вы можете себе представить, что в России, в стране, в которой вы живете уже 17 лет, будет такой омбудсмен? Нет, он может, если исходя из того, что секс в меньшинстве, они не люди. То есть, они люди, но они больны, надо изолировать их от общества, потому что права человека, но предполагает, подразумевает, что это права для всех людей. Но если он считает, что ЛГБТ, это, я не знаю, уроды, и они не... Извращенцы, он обычно говорит. И они не вписываются в категорию людей, тогда он будет прекрасным, он будет взменным права человека, и он будет защищать права человека, но кроме ЛГБТ. А это было бы хорошо для России, как вы думаете? Нет, это будет... Вы говорили слово позор, я думаю, что это будет настоящим позором. Это не тот человек, это не сочетается со словами права человека. Ясно. Тогда, чтобы закрыть всю эту историю, еще и хочется услышать ваше мнение по поводу Эллы Памфиловой, которая занимала пост уполномоченного по правам человека и которая стала главой Центральной избирательной комиссии вместо Владимира Чурова, того самого бородатого волшебника. По этому поводу вы рады? У вас, наконец, кончатся претензии к нашим выборам? Нет, я думаю, что сути дела не изменят, потому что все равно я считаю, что есть кризис правящей партии, с Единой Россией, но со всеми партиями. Если все любят Путина, и это останется надолго, то царь хороший. А бояры плохие, и они сейчас из-за экономического спада, бояры очень плохие. И это так или иначе отразится на выборах в сентябре. И поэтому волшебник нужен так или иначе, пусть с бородой, пусть без бороды. Волшебник нужен, потому что мало кто будет голосовать за партию власти, потому что партия власти дискредитирована. Я же забыла, Майкл, это важно, у нас две минуты остается, а мы не запустили голосование. Экспресс, сейчас будет быстрый-быстрый опрос. Вы за Майкла Бома, вам все понятно, все близко, вы согласны. 280-12-32. 280-12-32, быстро звоним, голосуем, вы за Майкла Бома. Нет, вы против 280-12-33. За меня лично или за мои взгляды? За ваш взгляд, ваши позиции, конечно. 280-12-33. Я сокращаю, наш слушатель уже понимает, о чем я говорю, мы часто проводим такие голосования. 280-12-33, вы против? Все, голосование идет, 495, код, буквально один быстрый, стремительный вопрос. Как вас зовут? Алло, в Подмосковье. А у Майкла... Плохая связь, не могу. Как вас зовут? Здравствуйте. Алло, здравствуйте, Валерий, меня зовут. Валерий, давайте быстренько. А вы вот представляете, сколько раз нападала Европа, Англия, Америка, все взятые. Вот Англия, допустим, использовала пиратов, договор был у них как представителей своих. То же самое сейчас Америка делает, ну, бандиты, все вот эти вот. А от вас же идет все. Вы представляете, сколько раз Россия от вас отбивалась? Быстренько. Отбивалась? Отбивалась. В каком смысле отбивалась? Ну, если вы еще здесь, тогда поясняйте. Мировые войны, сколько раз были, Англия нападала, Крымская война, это Англия напала, Франция напала, опять же, все нападали. На Россию, не мы, мы отбивались только. Вообще, правда, что нас в то время любят на Западе называть какими-то агрессорами? Тут недавно Бридлов, этот ваш товарищ, сказал, генерал США, Россия превратилась в долгосрочную угрозу для Соединенных Штатов. Что так бояться-то Россию? Действительно, он прав. Наполеон напал на Российскую империю, Гитлер напал на Советский Союз, это правда. Ну, вот вы вспомните, за последние 200 лет, на кого Россия особенно нападала? На Западе считают, что действительно, что касается Донбасса, это российские интервенции. Россия говорит, что Россия не сторона конфликта, но это, понимаете, это сказка про белого бычка. Это уже идет по кругу уже два года. Россия агрессор, Россия говорит, что только доброводцы и солдаты в отставке. А этот круг пороченный никак не разорвать? Нет. Нет, не разорвать. Я говорю, сказка про белого бычка. Понятно. Все, я останавливаю голосование. На Западе говорят аннекции, Россия говорит присоединение. Поэтому два мира, два шапира. Я не знаю, как сказать. Это два взгляда. Остановил голосование. 45% с вами, 55% против. Придете в следующий раз, будете их переубеждать. Это самый высокий показатель. Это самый высокий процент, потому что мы заговорили с вами перед этим о выборах. И вы сказали несколько разумных мыслей, которые все всегда поддерживают. Майкл Бомбл в студии РСМ. Спасибо за поддержку. Спасибо.